Добрый день, дорогие друзья! У нас в гостях Михаил Богданов, прошу любить и жаловать, председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета, наш регулярный спикер. Добрый день! Добрый день, Павел! Здравствуйте всем! Обсуждаем перестановки в правительстве, точнее их отсутствие. Это первая ключевая тема. Было много надежд, было много ожиданий. Сколько вопросов сейчас, вызовы какие перед страной и кадровый дефицит. И вообще новая индустриализация требует, конечно, совсем другого качества этих кадров. И вдруг и Кравцов, и Фальков, и Голикова на коне. Остаются на своих позициях. Мурашка туда же, еще Шадаев, в общем, все. Михаил, что происходит? Смотрите, у меня не было, честно сказать, иллюзии относительно того, что будут какие-то резкие движения. То есть я понимаю, что сейчас действительно время, скорее всего, такого некоего паллиативных решений, то есть каких-то таких ситуаций переходного правительства. Потому что те задачи, которые стоят перед страной, они требуют серьезной проработки и такой, ну, как бы вдумчивой работы, а не революционных каких-то сломов. Потому что сейчас ломать систему в целом резко и какими-то такими жесткими мерами, это подставится под удар. То есть это будет хуже, чем просто там выступление пятой колонны, там чего угодно. Поэтому понятно, что ожидать резких движений тут невозможно, да, в силу внешнего контекста. При том, что все понимают, что изменения необходимы, вы тут правы абсолютно. Вот. Но то, что некоторые ключевые, я бы сказал, символические фигуры остались на местах и в первую голову Кравцов, вот в первую голову, то есть все остальное там, ну, можно еще про Гуликову там говорить, но это даже, причем ей-то как раз, с ней это решение принято о передаче от нее как минимум образования, да, то есть она, от нее забирают в отрасли образования, передают другому вице-премьеру. Что логично, потому что ему как бы подчинена вся история про трудовые ресурсы, да, про кадры, вот весь этот блок, да, и про развитие, про как раз работу на будущее. Вот, но вот касательно Кравцова это, конечно, шок, потому что... Давайте напомним, в чем ваши претензии к Кравцову вообще? Вот если люди нас впервые смотрят и не понимают, в чем проблематика. Нет, вопрос... Почему? Кравцов, Шадаев, Голикова, в чем вообще вопрос? Да, ну, смотрите, значит, Кравцов это некий, в нашем случае уже некий символ, да, то есть это не столько там человек-функция, не столько человек, который занимает какой-то министерский пост, сколько человек, который, во-первых, ну, по большому счету сделал в образовании некоторые шаги, которые можно назвать слишком негативными, да, то есть, ну, например, та же самая, так сказать, история с цифровизацией, те же все идеи, там, про всякие сфермы и прочие вещи, и изначально, которые он предлагал, и от которых он стал впоследствии, почему-то, так сказать, как-то так отходить, отказываться, но изначально это все было его, да, вот. А кроме этого он, что самое важное, что он ничего не сделал сам, вот в чем проблема, то есть проблема именно в том, что этот человек, который, ну, скажем так, не выступил ни с одной самостоятельной инициативой, кроме, грубо говоря, сферума, о котором я уже сказал, и не предложил, по большому счету, никаких решений в ключевой, в системообразующей отрасли, такой, как образование, по ключевым базовым проблемам, которые в нем существуют, ну, в частности, да, проблема нехватки учителей, в частности, проблема, значит, неуклонно снижающегося, значит, качества, да, но это слово мне не очень нравится, качество образования, да, вот, но понятно, о чем идет речь, да, то есть у нас дети перестают вообще что-то знать, да, то есть, причем это идет по нарастающей независимости, и при этом, и при этом, что самое печальное и обидное, что он с упоением рассказывает об успехах. Сто процентов, я всегда этому поражаюсь. Помните, полгода назад, ну, почти год назад был скандал, когда они сказали, а что, кому-то не нравится ЕГЭ? Мы не знаем, мы не получали никаких жалоб. Интернет для них не существует. Да нет, не в том дело, что интернет, для них люди не существуют, понимаете, для них существуют отчеты, цифры в отчетах, у них существуют графики, но у них не существует живых людей, они их просто не знают, они в школе, ну, вот, когда Кравцов приходит и показывает, как он там, значит, трудовую деятельность вернул в школы, да, и переставляет цветочки со стола на шкаф, ну, в общем, это, я бы сказал, какая-то, ну, то есть это выглядит просто как какой-то идиотизм, понимаете, министр вот в такой роли. То есть вот это вот, вот это бесконечная, так сказать, какая-то, я не знаю, какая-то восковая история, то есть это не живой человек, не нормальный человек, а какой-то, вот, я говорю, какая-то функция, причем функция испорченная, сломанная. Вот, и в ней есть какой-то изъян изначальный, начальный, а этот изъян, это то, что на самом деле человек, ну, просто не, даже, дальше вот бумажек не смотрит, да, и дальше своей вот этой вот формальной функции он тоже ни о чем не думает. Еще раз, ни одной разумной инициативы по изменению ситуации, хотя бы даже по признанию проблем, да, то есть вот скажи, вот есть такие проблемы, мы их вот будем так решать, в такие-то сроки, в такими-то средствами, у нас есть вот такие ограничения в насосе, еще что-то. Нет, у нас все хорошо, у нас школы строятся, олимпиады выигрываются, у нас, значит, качество растет, потому что мы ЕГЭ, значит, видим результаты, а то, что это внутри все не так, ну, как бы для него это не, вообще даже, ну, он об этом якобы не знает, я не знаю, знает, не знает, в общем, не разница, но я-то знаю, что это не так, потому что я, извините, в полях, а у него так, у меня... Под видом, под имитацией бурной деятельности у нас идет деградация системы образования, а у вас вообще есть версии, кого можно из действующих руководителей назначить, кто был бы вменяемым министром? Вы знаете, да, я думаю, что есть и в регионах толковые руководители местных управлений образованием, то есть это как раз там вице-губернаторы. Я не вижу здесь большой проблемы сейчас с выбором кандидатуры, я вижу проблему в том, что нету, ну, как бы, обозначения проблематики вообще, то есть даже, заметьте, в указах президента не говорится об этом, да, то есть у нас... Да, об этом говорится в контексте, что нам нужны кадры. Но, ребят, а как вы эту проблему решать собираетесь? Обозначьте, пожалуйста. То есть, ну, хорошо, у нас действительно реально сегодня дикий дефицит кадров, то есть, ну, просто ужасный дефицит кадров. Мне понравился эпизод при утверждении Мишустина в Госдуме. Володин, спикер Вячеслав Викторович, задает вопрос. Вот, кстати, там у нас дефицит врачей. Сколько это там? 30 тысяч врачей у нас не хватает. Назвал 30 тысяч. Причем он жестко на него наехал, Павел. Да-да, 30 тысяч не хватает. Сколько потребуется, чтобы ликвидировать? Года два-три потребуется? Вы четко скажите нам, сколько потребуется. Врач готовится лет восемь минимум. А куда... Нет, а самое смешное, что куда более болезненная для общества проблема нехватки учителей, она не существует. То есть ее нет. Ее официально не существует. Понимаете, когда Голикова заявляет, что у нас нехватка тоже порядка 30 тысяч, да, она это официально там заявляла, но это просто какое-то, я не знаю, как это вот. Параллельная реальность тоже. То есть просто реальность, да. Потому что по оценкам, разным оценкам того же Народного фронта, например, у нас нехватка там от 300 до 500 тысяч. То есть в 10 раз больше, чем то, что называет вице-премьер. Это как? То есть либо они эту тему табуируют специально, и, кстати, ну, соответственно, они ее не доносят до президента, да. То есть, соответственно, президент просто говорит, ну, так, наверное, хорошо, что Кравцов там справляется, он школы строит, Олимпиады выигрывает, почему бы не оставить. Хороший человек, приятно улыбается. Вот. Ну, то есть он... Понимаете, проблема-то не... Вот пока мы не обозначили проблему, что называется, не признали ее, да, мы даже не можем начать с нею как-то вот работать. А Кравцов ее не признает. И вот это вот его непризнание проблемы и официальный отказ от того, чтобы вообще хоть как-то вот обозначить, куда мы движемся, вот какие-то цели, куда-то там сроки какие-нибудь и так далее. То есть вот это больше всего расстраивает. И когда народ... Вот тут поймите правильно, да, люди видят, что, да, там СВО, мы там, значит, душем гада, да, там все хорошо. Но когда внутри у нас сидят вот такие вот персонажи, то есть опускаются руки, а куда, зачем воевать, простите? Вот ради чего? Я напомню, в 1943 году Иосиф Виссарионович Сталин своим практически, значит, лоббистским ресурсом принял решение, ну, извините за это слово тогда, лоббистским, да, то есть, ну, вот как руководитель, да? Волевое политическое решение. Политическое решение. Забрать с фронта учителей. Учителей, сотрудников школ, директоров и так далее, так далее. Вернуть их в тыл и начать работу по восстановлению школ. Представляете себе, какой это был как бы сигнал обществу? Это был сигнал обществу, что мы победили, ребята. И вот это решение сегодня все ждали. По большому счету от Мишустина. Вот такое ровно решение. Поменять Кравцова, обозначить, что у нас меняется вектор. Вот это все ждут. А когда у нас 17 миллионов семей получают вот такую вот оплюху в виде Кравцова, ну и что будет дальше? А я вам больше скажу, что будет дальше. Летом у нас еще больше уменьшится количество учителей. У нас уже будет не 500 тысяч, а 700 тысяч не хватает. Потому что зачем людям работать? Ради чего? Ради вот этих вот смешных зарплат, решения, по которым не принято никакое, где вообще... Подождите, а вот этот новый майский указ, там сказано о том, что учителя должны получать справедливую зарплату. Учителя, врачи и еще там какие-то категории. Прекрасно. Правда, непонятно, что они собираются конкретно делать. Да, через 6 лет. А кто это будет делать? Кравцов, он этого не сделал уже в будущие 6 лет на этом месте. Вы ставите того же человека и при этом собираетесь решить эту проблему. Ну, то есть, вот проблема именно в этом. Проблема в том, что при таком... Нет, я допускаю, что, возможно, постановка других целей заставит его что-то делать. Как он сейчас, так сказать, функцию выполняет, выполняет чужие указания. Может быть, я не знаю. Но это тоже неправильно. То есть, все-таки на этом месте, в условиях, когда идет, по сути дела, стоит вопрос о восстановлении нашей промышленности, восстановлении страны, и восстановлении, в том числе образования, там должен быть инициативный человек, который понимает, что он делает. И ради чего он делает? И куда он нас ведет? Но мы сейчас видим какую-то амебу, извините за это, так сказать, слово. Человек, который всем рассказывает о том, что все вокруг хорошо. Ну и зачем он нам нужен? Вот ради чего? Вот ради чего я пойду, условно говоря, завтра в школу работать? Ради вот того, что там якобы все хорошо, а я туда прихожу, а там не все хорошо. И кому, и вот, и что. А туда приходят родители и говорят, значит, вот, почему вот так, им говорят, а это не наше решение, это министерская, так сказать, там, рамка, в которой мы живем, федеральная, и, соответственно, это все вопросы Кравцову. А вот на самом деле, на вашей практике, вы как зауч, какие можете отметить самые такие животрепещущие аспекты? Слушайте, ну надо все, там, понимаете, вообще там, вот, куда ни, что называется, не кинь взгляд, везде нужно что-то, значит, исправлять. Содержание учебных программ, сто процентов надо исправлять. Значит, решать вопрос итоговой аттестации, выдачи аттестатов и так далее, и так далее, то есть с результатами. Высшую школу, значит, тоже надо перенастраивать, потому что сейчас она там, бизнес-модель работает, а не ради, так сказать, страны. Значит, что касается кадров, вообще отдельный разговор. Слушайте, вот каждое, каждое ваше слово, оно, вот у меня вспыхивает ассоциация, мне страшно. Вы говорите, значит, высшая школа, да, свежая новость тоже тут заявили, по-моему, тоже Мишустин на, значит, формировании, на утверждении его в должности говорит, надо вот с высшим образованием что-то делать, оно у нас неэффективно работает, оно у нас, и я понимаю, что по его словам, по его словам о том, что бюджетные деньги неэффективно расходуются, сейчас бюджетных мест резко сократят. Либо ты идёшь в колледж, либо ты идёшь сразу на завод, либо ты идёшь в армию, да, то есть для государства это закрытие определённых потребностей, а как, собственно, сделать высшее образование эффективным, чтобы, правда, появились кадры для возрождения страны. А вот у нас до полумиллиона иностранных студентов собираются пригласить. Вот! Вот всё сходится, звёзды сходятся. Тоже я не понимаю, так сказать, вот проблема, знаете, в чём, Павел? Проблема, на мой взгляд, в неясности вот этих программ. То есть они между собой там что-то, так сказать, валят какую-то кашу и не объясняют нам, народу, который эту кашу вроде как должен потом потреблять, да, а вообще, что это за каша, какой у неё состав, да, какой она нам принесёт пользу, не пользу, да, и всё. То есть какая-то вот закрытость вот этой всей истории, да, она вот меня вот расстраивает. То есть, хорошо, вы приняли решение по условному Кравцову. Почему вы принимаете такое? Объясните, пожалуйста, может, мы согласимся. Да? То же самое, значит, там, по поводу, значит, про нацпроекты, да? Вот вы приняли вот такие вот нацпроекты. По какой причине именно они? Насколько они будут рассчитаны по времени, да? Какие бюджеты вы в них закладываете? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Потому что, ну вот, может, всё-таки нам пересмотреть модель управления? Может, нам не нацпроектами начинать заниматься, а какой-то системным, в общем, подходом, да? И перестраивать систему управления? Потому что в образовании, например, ну нельзя вот, чтобы было три ветви власти. У вас есть высшая школа с его министерством, есть средняя школа с его министерством, и ещё раз оборонадзор, который вообще занимается своими делами, ставит задачи идти и первым, и вторым, и ни за что не отвечает. То есть вот такая ситуация. То есть у нас ЕГЭ рисует Рособоронадзор. А ещё есть каждая конкретная школа, и которая якобы отдельное заведение, и к Минпросу не очень относится. Да, и есть ещё финансы бюджета регионов, на которые всё это существует. Что самое смешное. Строили-строили вертикаль власти, а построили-не поймёшь чего. Ребят, у вас вот такая вот раздробленная система. Вы не заявляете ни слова о том, что вы собираетесь вообще её как-то менять. При этом вы рассказываете нам о том, что вы собираетесь заниматься кадрами. Прекрасно. Как? С помощью ЕГЭ, которая вообще ни за что не отвечает, пишется по-своему. Вот сейчас последняя новость с математикой, да? Вообще с содержанием, с разбаловкой Кимов, да? С литературой, с математикой. Это же вообще чушь. Ну, правда. Расскажите тем, кто не следил. Ну, смотрите, там история следующая. То есть, видимо, ради того, чтобы получить сейчас, значит, заполнение тех самых бюджетных мест в вузах, потому что у нас не хватает... Ну, у нас же поставлена задача, нам надо поднимать инженерные специальности. Окей, хорошо. Что для этого делают чиновники? Они говорят, да, нам надо тогда увеличить количество мест в вузах соответствующих, технических. Они это делают в прошлом году и получают 100 тысяч незаполненных мест. Ну, по-моему, там около 100 тысяч. Вот это то, о чём Мишустин сказал, что неэффективно используется, да? Так вот, дальше, что делается для того, чтобы заполнить эти места? Делается... А там нужна что? Там нужна профильная математика, информатика, физика, например. Да? Ну, то есть, какой-то вот такой набор. Вот. Соответственно, что делается? В математике пересматривается разболовка внутренняя, так сказать, как правило выставления баллов, да, за те или иные задания, выполненные на экзамене. И в итоге получается, что мы в этом году получим выросший балл, средний балл по ЕГЭ, по математике, что даст возможность заполнить эти места. То есть, это манипуляция ради заполнения мест, чтобы бюджет был освоен. Но это не ради того, чтобы эти люди потом стали инженерами. Вот в чём штука. Потому что если он... Чиновник получит премию, он получит орден, он получит повышение, у него всё отлично. Вот это вот. Бюрократия в худшем виде. Я буду рад за любого чиновника, который получит повышение. За любого? Ну, за... Вот Кравцова и держит. Да я рад за него, понимаете. Вот. Я не рад за нас при этом. Вот в чём проблема-то. Вот. Поэтому, когда ставятся вот такие задачи, типа, вот мы сейчас наполним вузы. И... И что? Вот мы наполнили вузы этими людьми. Год назад был скандал, год назад был скандал, сын участника СВО прошёл в физтех и через полгода на первой же сессии вылетел. Оказывается, баллы ему позволили туда попасть, но знаний-то не хватает. К вузам и к школе относятся, что это, ну, коробка какая-то, туда ребёнок входит, выходит уже с дипломом. А чё-то внутри происходит, никого не колышет. Я больше скажу. Сама по себе процедура ЕГЭ и поступления в вузы сегодняшняя существующая, да, она нацелена не на получение профессии, она нацелена на получение диплома. Вы же понимаете, что это разные вещи? Конечно. Соответственно, вот та болезненная ситуация, которую мы имеем сегодня на рынке труда, когда у нас нет специалистов, она не решается теми способами, которые предлагают нам нынешние чиновники, в том числе Кравцов, в том числе Музаев, в том числе Фольков. А их опять назначают. Ребят, ну, кто тогда сформулирует им другие задачи? Тогда, ну, Мишустин пусть тогда ставит по-другому им задачи, если он их назначает. Я не знаю, как это поступить. Понимаете, вот тут вот очень важный момент. Дело в том, что у нас, видимо, настал момент, когда Владимир Владимирович должен взять на себя ответственность за внутреннюю политику. Вопреки Конституции. По факту. Потому что, ну, это действительно просто получается, что сейчас... Михаил, ну, это даже звучит смешно. Обвиняют, по сути дела, Путина, в том, что он недееспособен, как президент, потому что он не берет... Ну, Мишустин уже он назначил. Господи. Проблема-то в том, что он по Конституции не имеет права туда лезть, по большому счету. То есть, и вот получается, что мы либо тогда должны... То есть, он должен тогда, вопреки Конституции, в эту историю влезать и начинать контролировать. И вот это вот противоречие... Сейчас нам понапишут в комментариях и будут правы, что это даже звучит как-то, ну, слушайте, какая-то левая отмаза просто. Нет, это не левая отмаза. Это вот как раз ситуация, когда Владимир Владимирович стоит на позиции законник. Понимаете? Он реально, вот, ну, по жизни, он реально считает, что это, ну, как я понимаю, да, что... Ну, в любом случае, Мишустина он назначил. С Мишустиным предварительно совещание, консультации, там, траливали. Ну, контроль за тем, что делает Мишустин, он как-то должен быть организован. Понимаете? Получается, что сегодня ответственный Мишустин безответственный. Потому что все спрашивают с Путина, а не с Мишутина. А тогда давайте спросим с Путина, с Мишустин за это. Ну, то есть, вот, нужен какой-то механизм контроля за тем, что происходит. Да, и он должен быть понятный, он должен быть, ну, как бы действующий, действенный. Вот, потому что в конечном счете, если мы говорим, что мы хотим иметь результат на выходе, то этот результат надо контролировать по ходу и достижении его. То есть, должны быть какие-то реперные точки, по которым мы видим, да, делается вот то-то, по ходу песни, может быть, что-то надо менять. Вот мы подумали, что нужно было идти туда, а оказалось, что там, ну, не очень правильный ход, ошиблись. Окей, принятоем свою ошибку, двигаемся в другую сторону. Или там, исправляем маршрут, который изначально наметили. Ну, ребят, ну, надо вот это все делать, это нужно контролировать, это должно быть понятно всем, ну, как бы нам это должно быть в полях понятно, иначе как? Повторю, да, вот какой мотив у учителя работать, выходить 1 сентября на работу, если он будет понимать, что у него наверху сидит Кравцов, который, значит, который говорит о том, с одной стороны говорит о том, что сферам не нужен, а с другой стороны, значит, всех гонят в этот дурацкий сферам, да, ну, например, да, или он говорит, что отчетность не нужна, а все учителя продолжают писать отчетность. Вот как, да, то есть, вот, если вот такая вот ситуация будет дальше продолжаться, вот, вот просто, ну, какой смысл работать на школе людям? А дальше встает вопрос, окей, у нас 300, там, 400 тысяч сейчас не хватает, в сентябре их будет не хватать, там, 600. Ну, я даже по своей, я даже по своему примеру могу сказать, я, я как-то прилетел на, на отпуск с женой, на курорт, выхожу из самолета, меня узнает кто-то из пассажиров, говорит, вот, Павел, хорошо живут, у нас россияне-то, а, летают, я иду и думаю, я же сюда-то прилетел, не как учитель, я прилетел как блогер, как учитель, я бы сюда никогда не долетел, вот разница, вот, если бы я учителем зарабатывал как блогер, да, более того, даже блогерам, самые финансово доходные ролики, самые тупые, самые вот простые, хайповые, чем больше интеллекта, какого-то посыла серьезного вкладываешь, тем меньше народ смотрит, вот, вот все с ног на голову, и когда говоришь, ну, товарищи чиновники, ну, вы же за эти вопросы получаете, в конце концов, зарплату, почему вы о людях-то не думаете, о стране и не думаете, это вот к вопросу о том, ради чего они существуют, и ради, какие цели они, в том числе, себе лично ставят, вот, я не знаю, какую себе лично ставит цель, там, Сергей Сергеевич Кравцов, я не знаю, какую себе лично цель ставит, ставит, Анзор Ахмедович Музаев, да, вот, то есть, у меня такое ощущение, что у них личные цели существуют параллельно с тем, чем они занимаются профессионально, а все должно быть наоборот, они вообще не должны себе принадлежать, они должны стране принадлежать, ну, по-хорошему, да, то есть, и их цели жизненные должны быть, как бы, в том, чтобы именно людям жилось лучше, по большому счету, ну, я так понимаю. вы в связи с последними событиями что-то собираетесь делать, собирать подписи, там, я не знаю, там, круглые столы, писать петиции, что, как вы собираетесь донести, что вас это не устраивает? Две стратегии, ну, во-первых, естественно, публичная стратегия, это долбить депутатов, потому что они, значит, все-таки принимают решение нынче по закону о составе правительства, вот, я надеюсь, что, может быть, увидев, так сказать, вот сейчас волну, ну, шанс не очень высокий, но, может быть, все-таки, так сказать, одумаются и отзовут фамилию Кравцова, как минимум, да, для того, чтобы все-таки снять эту негатив, да, если этого не произойдет, да, то, ну, будем работать с тем, что есть, называю, что называется, я понимаю, все равно, так или иначе, значит, нас жизнь заставит менять вектор, в том числе, в образовании, то есть, там, как бы ни упирались всякие разные, там, цифровизаторы и прочие ребята, которые, значит, пока еще явным образом сильны, да, вот, значит, в любом случае, их дни, что называется, сочтены, там, может быть, не на уровне ближайших, там, месяцев или года, или полутора лет, но там, по крайней мере, в горизонте трех-пяти лет точно у них нет никаких шансов выжить в той парадигме, которую они продвигали, вот, что касается нашей работы в случае, если все-таки утвердят нынешний, вот, предложенный состав, то будем работать над новой идеологией, да, будем продвигать ее, потому что, ну, у нас там, мы у себя в закрытом канале, в закрытом клубе у нашем, значит, профессиональном, сейчас прорабатываем, некий, сейчас основная проблема, знаете, Павел, в чем, что мы как бы шумим, кричим, да, мы возмущаемся, но профессиональных проработанных предложений их нет, ну, я уже промолчу про то, что у нас в педагогике большая проблема, да, например, то есть у нас просто нет науки, по большому счету, да, вот, потому что все те, кто последние 20-30 лет занимался педагогикой как наукой, да, они все сплошь и рядом, там в обнимку с Грефом и прочими другими товарищами, да, вот западные идеи, там, значит, индивидуализация образования, ПИЗа, там, и прочие всякие слова, там, из набора западных партнеров, из лексикона западных партнеров, а, значит, касательно, то есть и в связи с этим просто все сейчас спрятались, то есть ни одной фамилии нет, вот вообще нет, в науке нет, они все спрятались, вот я сейчас не вижу ни одной даже научной конференции, где бы что-то предлагалось, вот, то же самое в управлении, да, то есть идеи относительно того, что система образования, как стратегическая отрасль должна быть выделена, так же, как, условно говоря, военное ведомство выделено в отдельный, значит, вертикаль, и финансироваться, там, с уровня федерального по разнарядке, по единым тарифным сеткам, по, соответственно, организационным моделям соответствующим, да, там, ну, служение, понимаете, вот учитель раньше служил, вот и сейчас он должен начать служить, а государство должно взять о нем на себе, на себя о нем заботу, во всех смыслах, да, включая, так сказать, сопровождение от дураков учеников, которые там, значит, начинают издеваться на уроках, вот, и вот в этом случае, да, тогда мы увидим некоторые изменения, но эти идеи, эти идеи, их надо продвигать, их нужно облекать в тексты, их нужно облекать в доклады научные, их нужно облекать в выступления на конференции, и так далее, вот этим мы сейчас будем заниматься в своей, как бы, профессиональной группе, если кто хочет, что называется, присоединяйтесь, там, как минимум, поддержать, там, и так далее, это тоже можно. Обязательно. Да, вопрос в том, что вот эта работа, она должна будет вестись при любом министре, вот мы сейчас поменяем министра, дай бог, или не поменяем министра, не дай бог, вот в любом случае эту работу надо будет вести, потому что нету сейчас решений, которые вот возьми, сейчас положи на стол министр, скажи, делаем так, вот этих решений нет, их надо вырабатывать, и вот этим мы сейчас будем заниматься, поэтому это как бы параллельная работа, которая будет вестись, неважно там, я еще раз повторю, то есть вот эта публичная, да, вот эта эмоциональная составляющая, она нужна для того, чтобы власть понимала, что вообще-то у народа есть свое мнение какое-то особое, да, по отношению к тому, что они творят, и к той каше, которую они предлагают нам поесть, вот, ну вот, вот примерно как-то так. Спасибо за то, что вы делаете, вообще организуете, значит, единомышленников, если это не возымеет эффекта, если все останется по инерционному, что называется, сценарию, вот как оно идет, так оно идет, у вас какие ожидания, что будет с образованием, там через год, через два, через пять. Ну, у нас нет другого выхода, знаете, как говорят моряки военные, да, у подводной лодки нет обратного хода, да, и нет нового пути, кроме славного. Вот, значит, дело в том, что в новой вот этой геополитической раскладке, которую мы сейчас наблюдаем, которая выстраивается, у нашей страны нет иного выбора, кроме как суверенитет, да, а если суверенитет, тогда это значит собственная промышленность, собственная, ну, в общем, собственное все, да, экономика в полную, в полностью собственное, развитие территорий своих, да, которые у нас не освоены, ну, в общем, много чего надо делать, у нас огромное количество рабочих мест должно возникнуть, у нас огромное количество новых людей нам надо, которых будут воспитаны, которые будут, значит, подготовлены профессионально, а значит нам нужна будет в любом случае без вариантов, нам нужна будет иная система управления, системы образования. Извините за эту тавтологию. То есть у нас вообще должна быть другой подход к образованию. Еще раз повторю, эта отрасль должна стать стратегической. Она должна стать системообразующей. И тогда, если мы ее долбим, вот эту идею, она сама себе пробьет дорогу, по большому счету, потому что у нас просто нет вариантов. Вы не сделаете суверенной системы, не имея суверенной системы образования. Не в том смысле, как ее сегодня трактуют чиновники, а именно как механизм работающий. Потому что сейчас это только слова, что у нас есть какая-то система образования. Это раздробленная, разорванная на клочья какая-то безответственная штука, которая существует вопреки, в которой существуют вообще все, вопреки ее задачи. Поэтому как только мы выстроим вот эту управленческую, новую, идеологически наполненную иными смыслами систему, тогда у нас и все остальное пойдет. Потому что, еще раз повторю, экономику не построить без людей. А людей не получить, пока у тебя не будет нормального образования. Все. Ну, как бы у нас нету, повторю, другого пути. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее, на самом деле, при всей своей вот этой критичной позиции. Вот. И, еще раз, мне без разницы, какой министр. Вот правда. Мне без разницы, кто вице-премьер. Эти люди просто должны вот эту идею продвигать и ей следовать. И тогда все будет хорошо. Фамилии их не важны. Да, то есть, главное, чтобы у них было правильное, что называется, это, целеполагание. Мне кажется, что к нему мы в любом случае должны будем прийти, потому что у нас просто нет другого. Всем бы ваш оптимизм. Друзья, что вы думаете, пишите в комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на Михаила Богданова. Хочется надеяться, что хотя бы, как бы это сказать, ради красивого жеста хотя бы несколько министров из уже сформированного списка будут заменены. И Кравцов первый в эту категорию попадает. А? Первый кандидат в этом наборе. Друзья, всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok